Здравствуйте, друзья! Приветствуем вас с РЖД Ареной Локомотив Нижний Новгород уже через полчаса. И, конечно же, по традиции, наша железнодорожная студия, которая постарается максимально притянуть вас, ваш интерес к тому, что будет здесь происходить уже через 30 минут. Ну и, конечно, сложно было бы делать это без наших суперэкспертов, супергостей. Андрей Сергеевич Калаичев, прошлый игрок Локомотива, три сезона, больше ста матчей за железнодорожников. Андрей Сергеевич, я вас приветствую. Каждый день, каждый раз, когда вы приходите сюда, на РЖД Арену, ваши ощущения, ваши впечатления? Вы знаете, с особым чувством я всегда прихожу на, скажу, это родной стадион, потому что я как воспитанник Локомотива, пусть и Калужского, но считаю себя Локомотивских кровей. Поэтому с волнением и с надеждой всегда прихожу на стадион и хочу увидеть хороший, красивый футбол в исполнении нашей команды. Это лучший, мне кажется, пример для болельщиков. С волнением, с ожиданием увидеть красивый футбол, все как полагается. Ну и давайте, собственно, про футбол-то и поговорим. Для начала освежим в памяти расписание тура и турнирную таблицу. Поехали. Вот так выглядит расписание 26-го тура. Ну и всего лишь один матч сыгран. Урал и Уфа завершили свою встречу 2-1. Ну а дальше Локомотив Нижний Новгород. И еще длиннющая-длиннющая программа, которая, конечно же, завершится матчем ЦСКА Динамо и Краснодара Зенита. Это будет очень интересно посмотреть. Да. Безусловно. Но то, что интереснее всего, это начнется в 16.30 сегодня. Локомотив Нижний Новгород. Ну а теперь турнирная таблица. Локомотив сейчас на шестой строчке. Мы это видим. И есть сегодня шанс поправить турнирное положение. Для этого нужно обыграть Нижний Новгород. И Краснодар окажется, ну, хотя бы на какое-то время уже чуть ниже. Ну и надеемся на то, что Краснодара, возможно, допустит осечку. И тогда Локомотив полноценно поднимется хотя бы на одну строчку. Совершенно верно. Абсолютно. Давайте сейчас, перед тем, как начнется эта встреча, наверное, логично вспомнить матч с Нижним Новгородом, который был еще осенью, 30 октября. Это был 13-й тур. И тогда встреча была, прямо скажем, ну, очень тяжелая. Я, Андрей Сергеевич, вам напомню, что тогда человек, который находится в аренде как раз с Локомотива Нижнего Новгорода, Илья Берковский забил ворота Локомотива. И отыграться удалось благодаря голову Жемалединова и на 94-й минуте, Мелодинович, автогол. Помните эту встречу что-нибудь? Да, да, я помню эту встречу. Но я не удивлен, что человек, который принадлежит Локомотиву, отметился голом. Потому что это играть против своей команды, допустим, если ты находишься в аренде или тебя продали, это особое ощущение, чтобы показать себя, что, возможно, несправедливо поступили, возможно, ошиблись. Поэтому есть такой момент соревновательной злости. Злости, совершенно верно, спортивной злости. Поэтому я не удивлен, что бывший воспитанник Локомотива, игрок Локомотива забил гол. Я думаю, он к этому стремился. Но хорошо, что нажали в гостях Нижний и на последних секундах даже, по-моему, даже на последних секундах. Да, там 94-й минуты. 94-й там и уже практически не оставалось абсолютно никакого времени. Дожали команду и завоевали три очка. Пока идет наша студия, мы напоминаем, что ОАО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив Москва». И продолжаем. Любопытно, что, несмотря на то, что «Локомотив» на шестой строчке, сейчас Нижний Новгород на одиннадцатый, по календарю идут абсолютно синхронно по апрелю. 23-й тур обе команды победили, 24-й обе проиграли, 25-й обе ничьи. В этом есть какая-то магия или стечение обстоятельств? Нет, я думаю, это все-таки стечение обстоятельств, потому что у всех разное состояние к концу сезона. У всех где-то накопились травмы у игроков. Где-то в одном матче полностью состав боевой, где-то неполный комплект, может быть, ведущих футболистов. У всех разные, скажем так, ситуации, но я вообще бы сказал, что этот сезон отличается нестабильностью не только для «Локомотива», не только для Нижнего, но и для большинства команд. Ну, даже, скажем так, могу сказать, что кроме одной, наверное, команды. А вот давайте сами угадайте, про какую, говорит Андрей Сергеевич, я думаю, все прекрасно поняли. Давайте теперь про Сочи поговорим. В прошлом туре шлейф этой ярчайшей и такой... Искрометной игры. Искрометной встречи, да, до сих пор чувствуется прежде всего, наверное, тем, что сегодня не будет Яна Кухты. Это самый важный шлейф. Но, тем не менее, там было все, были моменты, был, прям, скажем, очень средний первый тайм у «Локомотива», были голы, были эти удаления. Резюме по той игре, что вынесли из нее плюсы-минусы? Ну, если коротко сказать, что я рад, что «Локомотив», пусть даже, конечно, хотелось бы, чтобы выиграл, но даже ничейный результат в Сочи, я думаю, что это достойный результат, потому что мало кто увозит из Сочи очки, вот, и могли даже выиграть этот матч. Игра действительно была искрометная, особенно во второй тайм, где никто не хотел уступать, и игра шла на качелях, и могли выиграть и те, и одни, и другие. Но мне «Локомотив» понравился своим характером в этом матче, потому что отыгрываться в гостях – это непросто, и иметь моменты для того, чтобы вырвать победу, конечно, жалуюсь, что не реализовали, но характер проявила команда, и мне это понравилось. Андрей Сергеевич, а про первые таймы, я вот заострил внимание на то, что первый тайм был, ну, такой, себе. Просто есть статистика, что «Локомотив» не выиграл в первом тайме в 9 из 10 последних матчей российской премьер-лиги. Ну, это же уже не стечение обстоятельств, это уже какая-то закономерность. Возможно, команда не сразу входит в игру, но это, я думаю, что это работа тренерского штаба. Должны быть более детально проанализированные игры. Нужно понять, в чем суть проблемы, почему команда не сразу выходит на полную мощь. Играют ребята, значит, какие-то есть нюансы, которые нужно исправить. Это работа тренерского штаба. Но дело в том, что в этом году у «Локомотива» столько событий происходит вокруг команды и в команде, что я бы не стал слишком жестко критиковать сейчас тренеров. Им надо время, чтобы наладить весь процесс тренировочный, усилить тренерский штаб после ухода некоторых специалистов и принять некоторые, может быть, и кардинальные меры для того, чтобы не только, как мы говорим, гладить по головке, но и против... И кнутому пряникам. И кнутому пряникам, и по шерсти, и против шерсти надо уметь футболистов настраивать. Для того, чтобы вам было еще интереснее смотреть сегодняшнюю встречу... Как вы думаете, о чем сейчас пойдет речь? О, конечно же, официальном спонсоре футбольного клуба «Локомотив Москва» партнера, официальный партнер «Локомотива» – букмекерская компания «Фонбет», которая в очередной раз приготовила, ну, честно говоря, такие сладкие плюшки для вас, уважаемые болельщики. Смотрите, во-первых, «Фрибет» 2000 рублей ждет всех болельщиков, которые зарегистрируются в приложении «Фонбет» и зарегистрируются по промокоду «FCLM». Ну и, во-вторых, мы сейчас попробуем с Андреем Сергеевичем поиграть для вас, ну, такими прогнозистами, если у нас получится, может быть, вы что-то дельное от нас почерпнете. Итак, поехали. Есть такой блиц-опрос для вас. Ваше мнение, болельщики, вполне возможно, примут к сведению, когда будут делать свои ставки. Итак, вам необходимо ответить на четыре вопроса. Ну, объяснить свой выбор, они не очень сложные. Продолжит ли свою голевую серию, а мы знаем, что это будет историческая серия, если продолжит эту голевую свою серию, Вилсон и Зидор? Я уверен, что продолжит. Сто процентов. Я уверен в этом. Ну, вот коэффициент на гол Изидора сегодня 2-1, а на то, что Изидор забьет первый гол в матче 4-2. Стоит рискнуть на 4-2? Абсолютно стоит. Но я бы шире вопрос поставил, в каком тайме он забьет еще. А, еще вот так. И сколько забьет? И сколько забьет? Это будет, думаю, не 4-2, там уже будет 8-2 тогда. Да, вот имейте в виду. Второй вопрос. Очень, кстати, необычный. Будет ли сегодня смотреть ВАР Арбитр? Есть коэффициент на это 2-2. Будет ли сегодня просмотр ВАР? Ну, учитывая то, что практически в каждом матче Арбитр смотрит, я уверен, что сегодня тоже будет. Я предлагаю сделать коэффициент на просмотр длительности ВАР. То есть, насколько долго будет смотреть Арбитр ВАР. Но пока такого коэффициента нет. Ну, или, может быть, мы пока данные о нем не получили. Третий вопрос. Учитывая заявки команд на матч, стоит ли ожидать, что гол забьет игрок, который выйдет на замену? Нет, я бы не стал на это ставить ставку. Не уверен, что вышедший игрок на замену забьет гол. Я думаю, что те, кто выйдет в составе, забьет голы. Ну, исходя из того, что вы говорите, Изидор сегодня в старте, а значит, вот и все. Можно это поставить. 2.8 коэффициент на это событие. Да. И четвертый вопрос. На какой исход матча вы бы поставили, если бы у вас был фрибет, а у вас он вполне может быть, фрибет 2000 рублей, вот фонбет, на какой исход матча вы бы поставили? Победа Лока 1.72, ничья 3.5, или победа Нижнего Новгорода 5.4? Деньги или родная команда? Я отвечу так, вопросом на вопрос. А как вы считаете, как я отвечу? Я уверен, что вы ставите на вариант А победа Лока. Совершенно верно. Да, коэффициент 1.72 на это событие. Ну, а пока вы регистрируетесь по промокоду FCLM в приложении фонбет, в приложении официального партнера Локомотива, у нас есть возможность показать вам небольшое видео. Вполне возможно, кто-то сейчас узнает нового для себя человека. Кто-то, может быть, уже знаком с Артемом Корпушевым, Касом, воспитанник алтайского футбола, который является одним из лидеров Казанки, сегодня выходит в стартовом составе и уверенно бронирует за собой место в этом стартовом составе. И есть возможность узнать немножко больше о нем из рубрики Лока Пипл. Если будет мокро, если будут маленькие шипы, они так будут скользить. Вот, посмотрим. Огромные шипы, чтобы не скользили так в мокрую погоду. Нужны будут, конечно, на железных шипах. Это актуальный вопрос, потому что свой дебют я одел... свой дебют с очами я одел пластиковые, но пару раз подскользнулся, это я еще раз убедился, что надо надевать железные. Мне нравится выигрывать особенно, это самое главное. Ездить на турниры, получать лучших игроков. Ездить по городам, там, и играть хочу в премьер-лиге. Нет, я еще вообще не реализовался, это всего лишь первая игра, дай бог не последняя. Буду стараться прикладывать себе максимальное усилие, чтобы у меня этих игр сложилось много. Смутно помню, помню только то, что меня папа привил любовь к футболу, он меня первый отдал на тренировку, он со мной очень много занимался. Меня папа привел футбол. Я посмотрела одну тренировку мальчишек 2000 года. Я говорю, папа, мне понравилось, я хочу ходить. Артем, ну скажи, пожалуйста, какая твоя самая любимая позиция на футбольном поле? Все хорошие позиции, мне нравится играть в центр, в ступе, в центр. А почему, скажи? Потому что тут много объема работы бегать, и это самая опасная зона. Крайний это так, он только оттуда не забивает, а из центра забивает больше всего мячей. По детству, по академии меня пробовали на разных позициях. Кто меня хорошо знает, сейчас может посмеяться, потому что меня и пробовали, и крайним нападающим. Сейчас понятно меня туда поставить, да, я не смогу там сыграть. Моя любимая позиция – это центральный полузащитник поближе к обороне. Я люблю распасовывать, отбирать мячи. Я считаю, каждый болельщик локомотива сейчас должен загуглить, где находится город Бийск. Именно оттуда просто родом Артем Капукас. И поблагодарим всех, кто с ним работал, и в Бийске, и в Барнауле, в том числе Олега Викторовича Кивушкина, который воспитал его в школе Алексея Смертина. Тоже, кстати, в прошлом игрока локомотива, школа Алексея Смертина, которую закончил Карпукас, уехал в локомотив, уже теперь в Академию, и теперь выходит в составе основной команды. Знай наших, что называется. Ну и давайте поговорим про расстановку, давайте поговорим про состав уже на сегодняшнюю игру. Сейчас на ваших экранах вы его увидите. Ну, здесь, в первую очередь, на что обратим внимание, Андрей Сергеевич? Ну, в принципе, я вижу, что Локомотив выставил практически сильнейший состав на данный момент. Все уже игроки знакомы по позициям. И тут, наверное... Единственная фамилия, я только единственный Карпукас. Карпукас как раз тот, да, товарищ, с которым надо знакомиться. И с Казангой, конечно. Но, но тут есть один момент. Нет сегодня Тикнезяна, он второй матч уже из-за дисквалификации отбывает. И нет Кухты, он отбывает первый из двух матчей. И в Кухте мы уже привыкли. И как сегодня без этих двоих ребят действовать? Они действительно важные, важные игроки. Но если тренерский штаб считает, что Артем в силах заменить кого-то из этих игроков, значит, он обладает какими-то качествами, которые позволяют ему играть в стартном составе. И я не совсем уверен, что те выбывшие игроки сразу завоюют после какого-то перерыва место в составе. Так что здесь вопрос, как воспользуется Артем этим шансом. Будем надеяться, что воспользуется здорово. Ну, а мы напоминаем, что ООО «РЖД» – генеральный партнер футбольного клуба «Локомотив Москва», генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив Москва». И давайте послушаем гимн «Локомотива», а потом еще немножко поговорим. А кого он играет, парень, Артем? Субтитры создавал DimaTorzok Инсайдер! 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 Яркое красно-зеленое настроение на трибунах. Может быть, сегодня пока еще не до отказа заполнены, да, трибуны, но еще, во-первых, есть время, А во-вторых, те, кто пришли, это самые важные люди сегодня, потому что с шарфами, потому что с горячими глазами поддерживают команду. Замечательная погода сегодня в Москве. Прекрасно болельщики себя ведут и поддерживают команду. Я считаю, что Лукомотив один из самых преданных и лучших болельщиков в нашей стране. Это не обсуждается. Ну и теперь важный момент. Сегодня может состояться новый рекорд российской премьер-лиги. И если Вилсон Изидор забьет еще раз, то это будет уже седьмой матч подряд, когда ему удастся отличиться. Пока у них поровну шесть матчей, но у Изиджи восемь голов. То есть пока он опережает. Но если сегодня Изидор забьет, то он выйдет на первое место. Это будет действительно большое событие. Да, это редко бывает, но видно, что Лукомотив купил интересного забивного форварда. Тот, который нужен команде и приносит результат. И вообще, нужно признать, что еще и учитывая, что это легионер, так адаптирует, так идеально влиться. Не каждый легионер может так сходу влиться. Он чувствует, по моим ощущениям, что он чувствует доверие тренера и вполне оправдывает это доверие. Лукомотив, еще что важно сказать, очень неплохо играет именно дома. Пятый результат в российской премьер-лиге, потому что набрано 22 очка на своем поле. В матчах с таким соперником, как Нижний Новгород, понемножку уже передвигаемся к сопернику. Имеет ли смысл говорить об этой статистике? Или это очень сильно зависит от тактики соперника? То есть, если соперник играет в открытый футбол или обороняется? Ну, как я заметил, что в основном играющие здесь команды, они играют не такого, что в открытых футболах. Все-таки более от обороны. Открытого футбола практически, ну, я не помню, чтобы команда, любая команда приехала и играла на встречных курсах. Играют от своей игры все команды. Я не думаю, что Нижний будет исключением. Тем более, эта команда всегда славила свои обороны. Еще в советских времен, что упор делался на оборону. Но сейчас под руководством Александра Гюзакова она немножко перестравляется. И довольно-таки колючая команда. И может, если будет потеря бдительности, она может наказать. Ну, это мы поглядим, конечно, еще посмотрим, как покажет футбол в любом случае. Ну, а мы напоминаем, что зарегистрироваться в приложении официального партнера Локомотива Фонбет. Можно по промокоду FCLM получить 2000 фрибетов. И, горе не знать, поставить на гол Изидора, например, сегодня. А потом еще на что-нибудь, все это экспрессиком и отдыхать. И сразу все хорошо. Хорошо, что есть такая возможность у болельщиков решить, как им поступать, что им делать. Тем более, специалисты из компании подскажут в процентном соотношении, как лучше сориентироваться. Ну, и мы немножко постарались тоже подсказать. Ну, не факт, что мы прям угадали, но мы постарались для вас все, что могли сделать. Мы стараемся тоже для болельщиков и говорим, и рассказываем. Это все для болельщиков. Безусловно, безусловно. Давайте немножко про Нижний Новгород поговорим. Есть в составе Нижнего Новгорода, наверное, даже не столько хочется заострить внимание на стартовом составе, сколько на экс-железнодорожников, которые там выступают. А их несколько. Тот же Берковский уже даже сумел забить ворота локомотива в первом круге. Вот первый вопрос по этому факту как раз. Когда-то была вот эта практика, что запрещали футболисту, который уходит в аренду, играть против своего клуба. Хорошо это или плохо? Вот, казалось бы, ну а где ему, как не против своей команды проявлять себя, вы сказали про спортивную злость, а с другой, вот он взял и гол забил. Кому это надо? Нет, я согласен с тем, что раньше была практика, что старались исключить возможность выступления игрока против своей бывшей команды. И в контрактах это прописывалось даже. Или в арендном договоре. Но сейчас отступили от этого правила. И я считаю, что это правильно. Потому что у игрока дополнительная мотивация. Ну и как можно искусственно лишать игрока права выступать против своей бывшей команды. Это тогда получается, что сегодня он не может выступать через год, опять не может... А если он очки отнимет? Ну, значит, надо работать над тем, чтобы его нейтрализовать. Или не отдавать в аренду. Или не отдавать в аренду, как минимум. Но есть еще некоторые футболисты, которые присутствуют в составе Нижнего Новгорода. Ну, например, на секундочку, сегодня... Кстати, нету, да? Не вижу я. Нет, Николай Калинский, конечно, в стартовом составе. Николай Калинский в свое время был в структуре локомотива. Был и Павел Карасев, у которого травма. И Тимур Сулейманов сегодня пропускает игру из-за перебора желтой карточки. Это такая достаточная бригада. Да? Ну, я скажу, что это не начало пути нынешние игроки. Я помню, еще на своем веку ребята переходили чуть позже из локомотива в Нижний Новгород. И обратно из Нижнего Новгорода приходили в локомотив. То есть был процесс обмена игроками. Кто-то уходил из московского локомотива, кто-то приходил в московский локомотив. Это нормальный процесс выступления игрока в одной или в другой команде. Здесь у него не сложилось, он ушел в другую. Так что я не вижу в этом абсолютно никакой проблемы. Напоминаем, что ООО «РЖД» – генеральный спонсор футбольного клуба «Локомотив Москва». Ну и еще немножко про Нижний Новгород. Вот что интересно. Мы говорили про первые таймы у локомотива, что они не всегда удаются. Но у нижегородцев напротив статистика. Они не уступили до перерыва в четырех прошлох именно гостевых матчах в российской премьер-пинге. То есть именно в гостях, может быть, это вопросы об обороне, про что вы говорили, закрываются, сели и попробуем взломать. Да, да. Что тут можно сказать? Что обороняться, конечно, немножко проще. Команде, которая хочет атаковать, надо находить зоны, находить приемы, чтобы скрыть оборону. Это искусство, искусство тренера, искусство игроков. Сегодня посмотрим, как «Локомотива» удастся решить такую эту проблему. Ну и еще одно важное событие, про которое хотелось бы сказать. 25 апреля – это не просто дата, это день донора. И 25 апреля на РЖД-арене будет организован пункт сдачи крови, и все болельщики в этом могут поучаствовать. Помимо того, что можно получить за это памятный сувенир от команды, можно, конечно, в первую очередь сделать огромное дело для кого-то из людей. И стать действительно... сделать просто, может быть, даже жизненно важное дело. Это благородное дело. И кто имеет возможность, желание, обязательно это надо сделать. Вот, к сожалению, я не смогу это делать после... Так как переболел гепатитом, и мне запрещено это делать. И я бы тоже, возможно, присоединился бы. Но у всех, у кого есть возможность... Во-первых, не болейте ничем и никогда, и пусть все будут здоровы. Во-вторых, если у вас есть возможность прийти и помочь, то 25 апреля на РЖД-арене у вас такая возможность есть. Приходите и станьте донором, помогите человеку, о котором, возможно, вы даже никогда в жизни не узнаете, а он вас будет дарить всю жизнь. Ну и в заключении, наверное, еще все-таки немножечко вернемся к футболу. Интересно вот что. Вот мы сейчас готовы, да? Начинается футбол буквально через несколько минут. Мы уже видели стартовые составы. Мы примерно представляем, во что играли в последнее время и те, и другие. И как вам кажется, сегодня начнется игра? Локомотив сразу заберет мяч под контроль? Или как-то еще можно делать? Да, я думаю, что Локомотив постарается забрать мяч под контроль. Нижний никуда не будет торопиться, не будет форсировать события. Локомотив будет искать подходы к воротам, и будет попытаться найти какие-то варианты решения, как забить гол через Эзидора. Может быть, тренеры придумали какие-то новые схемы. Поэтому для начала, я думаю, что не будет никакой, скажем так, нервотрепки ни с одной, ни с другой стороны. Начнут более-менее спокойно. И все-таки, я надеюсь, что Локомотив первым откроет счет, потому что давайте будем объективны. Все-таки Локомотив по составу, по мастерству все-таки немножко выше. Я не хочу ни в коей мере обидеть команду Нижнего Новгорода, но я надеюсь, что Локомотив воспользуется этим и найдет пути для решения победы. Еще один маленький нюанс. Про судейство мы в последнее время в российской премьер-лиге говорим достаточно. Сегодня назначен главным арбитром встречи Евгений Турбин, который всего два матча в РПЛ в этом сезоне отработал. Как это расценивать? Плюсом для кого-то, минусом? Для него это волнение. Может ли это как-то сказаться? Не думаю. Не думаю, что это волнение. Все-таки это человек, который, наверное, уже прошел и школу других лиг и ФНЛ, и все-таки он не с улицы, а рефери. Он подготовлен, даже если его допустили, значит, он готов к работе на высоком уровне. Так что я не вижу здесь каких-то подводных камней. За нашими спинами уже начинается приветствие футболистов «Локомотива» и «Нижнего Новгорода». Мы напоминаем, что официальный партнер «Локомотива», букмекерская компания «ФНБ» дарит 2000 рублей болельщикам, которые зарегистрируются по промокоду «FCLM». Ну и, пожалуй, хватит на сейчас, пожалуй, уже надо смотреть футбол. Мы отправляемся с Андреем Сергеевичем в просмотр этого матча и вас призываем обязательно к нам вернуться в перерыве. Ну а пока «Локомотив» в «Нижний Новгород». Ну что ж, 1-0 после первого тайма «Локомотив», пусть и в таком достаточно вязком первом тайме, но все-таки забивает гол. И мы сейчас будем пытаться вспомнить самый интересный момент с Андреем Сергеевичем Калачевым, который увидели в этом матче. Ну давайте резюмировать все наше обсуждение перед этой встречей и первой тайм. Вы задали очень такой сложный вопрос. Все интересные моменты первого тайма. Ну насколько возможно. Будем вспоминать, какие же были интересные моменты в первом тайме. Во-первых, это удар нападающего «Нижнего Новгорода» в перекладину. Это первый момент, который мог закончиться голом в наши ворота. Совершенно неожиданно нападающий решился на удар, пробил здорово. Если бы попал, то счет был бы на табло уже не в нашу пользу. И второй момент, который был в первом тайме, это гол, который случился в ворота «Нижнего Новгорода». Я считаю, что Жамлянинов исполнил просто мастерские. Оценил ситуацию. Мяч метался, отскоки были. И он увидел, что вратарь находится закрытый своими игроками в полупозиции. И очень аккуратно, очень четко пробил. Исполнил очень аккуратно, грамотно и здорово. Мастерские. С передачи Бабкина, что важно тоже отметить, говорили, что вроде бы есть какое-то у Бабкина недомогание. Может быть, это и неправильно. И вот такое было желание запутать. Да. В любом случае, да. Будем считать, что это голевой пас. Так и есть. Так и было, во всяком случае. Но так записано. Теперь в протоколе. Тем не менее, первый тайм. Вот, наконец, опять эта статистика, которую я приводил про первый тайм. Вот она не сработала. Но что увидели, какие плюсы можно подчеркнуть по игре Локомотива в первой половине? А что можно еще подкрутить? Ну, давайте так. Я не буду сейчас говорить о плюсах и минусах. Я просто оценю то, как играла команда в первом тайме. Как мы и говорили, что сразу не стали взвинчивать темп. Пытались нащупать свою игру. Пытались контролировать мяч. Пытались найти ходы через фланги, через центр. Где-то получалось, где-то нет. В основном не получалось. Да, может быть, не самая зрелищная игра была в первом тайме. Но надо было нащупать игру и попытаться найти моменты для реализации. Но Жамлядидов из-за чего, можно сказать, нашел этот момент. На этом все моменты исчерпаны. Да, наверное, важно тоже сказать, что все-таки нижний практически ничего, за исключением переклади, но тоже не смог создать у других ворот. Были пара подходов, где Гильерме на выходе, да, здорово тоже сыграл. Но в целом пока достаточно такая равная игра, если бы не гол, наверное. Да, 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 абсолютно согласен. Смотрелась даже как будто абсолютно равная игра. С переменным успехом мяч держался и у одной команды, и у другой. Но я скажу, что все равно, что очень много ошибок и у одних, и у других часто теряется в российских ситуациях мяч. А чем объяснить? Чем объяснить? Ну, наверное, от излишнего желания сделать лучше, чем ты можешь. Поэтому ребята хотят, стараются сделать так, чтобы одним пасом вывести один в один, но пас не проходит. Пытаются на коротке сыграть, перехват идет. Поэтому тут надо четче контролировать мяч, если уже идет такая вязкая игра, сохранять его. Ну, и где-то, может быть, даже подставляться под фол, чтобы сохранить мяч и сохранить инициативу. В любом случае, да, здесь без каких-то маленьких, в том числе, футбольных хитростей не обойтись. Абсолютно. Давайте посмотрим статистику первого тайма. Может быть, из нее что-то почерпнем. Лакватива больше цифры по владению мячом, больше по ударам, больше по ударам створ. Но все это пока только вот на немножко совсем. И в том числе больше и по желтым карточкам, и по фолам. Ну, здесь, я думаю, никаких критических, никакой критической ситуации нет. Карточка всего одна у Живоглядова. Абсолютно, да. Цифры, может быть, даже не в полной мере отражают то, что было на поле. Цифры это не отражают того 60, 55 локомотива. 55 на 45, да, владелем мячом. Ну, где-то я соглашусь, но где-то примерно, да, скорее всего, цифры реально отражают. 55 на 45 больше владения локомотива. Но это еще ни о чем не значит. Владение мячом само по себе еще ни о чем не значит. Можно держать мяч на своей половине поля. И 90% владения иметь. Ну, тогда можно и не перейти в центр поля. А кто-то персонально вам, может быть, запомнился, кого-то бы отметили по сегодняшней встрече. Выделялся, может быть. В обеих командах. Как хотите, можно и в то, и в другое, можно его отметить. Я еще раз скажу, что мне нравится Жамалиндинов. И в этой игре, и вообще по своему уровню, по своим возможностям, по своему интеллекту футбольному. И по качествам, которые я вижу, что он уже демонстрирует. Что он чувствует себя лидером команды. Так же, как и Дима Баринов. Я вижу, что он бьется в каждом матче. Пусть не всегда он удачно это делает. Пусть всегда иногда с ошибками. Но огромное желание помочь команде. Огромное желание. Даже иногда перехлёстывает. Вот эти два игрока, я бы отметил, для меня они, как сейчас, лидеры команды. Ну и добавлю, что я очень рад, что вернулся в строй Гильерми. После травмы. Все-таки он придает уверенность на последнем рубеже обороны. Безусловно, уже, наверное, можно немножко подумать и о втором тайме. Для начала хотелось бы немножко такой исторический экскурс в эпоху вашей Гродской карьеры. И в те перерывы, когда Юрий Павлович заходил. И вот какая-то запоминающаяся раздевалка в перерыве. Было что-нибудь такое, что можно припомнить? В ситуации, может быть, когда команда проигрывает. Или когда команда выигрывает, но всё равно не нравится, как играет. Ну давайте, я сейчас за одно мгновение не могу перебрать в памяти все игры, какие-то запомнившиеся. Но одно я очень хорошо запомнил. Матч на Локомотиве со Спартаком. Если я не ошибаюсь, это был 1988 год. Полный стадион, полный, абсолютно стадион. Пусть не говорят те, что раньше на Локомотив не ходили. 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 На серьёзные команды, на Спартак, на Динамо Киев, на Тбилиси. Стадионы всегда практически были полные. Локомотив старенький, деревянный стадион. К перерыву, вернее, извините, не к перерыву. По ходу игры мы выигрывали 2-0. Так. Всё было нормально в перерыве. Но я не про перерыв, а я хочу сказать по окончании матча. И мы в оконцовке пропустили два гола на 85-й и 90-й примерно минутах. Я сейчас не могу деталей вдаваться. Это для нас был шок. И для Юрия Павловича, наверное, тоже. Но когда мы пришли в раздевалку, ни одного слова упрёка. Он, наоборот, нам сказал, что молодцы ребята, выложились по полной программе. Мы их ещё в следующий раз сделаем. Это мудрость. Мне кажется, это просто мудрость. И когда действительно притраться к команде нельзя, ну, наверное, нужно просто поддержать. Он нас поздравил, всех поблагодарил за отдачу. И скажу маленький секрет. В футболе обычно за премии, за ничьи премии не платят. Но нам выплатили. Вот сейчас у многих, конечно, рухнуло сердце просто. Ну, как же так? Я к чему про перерыв-то спрашивал? Сейчас вот такая игра, достаточно вязкая, непростая. Ещё и к тому же, да, хотя бы забили. Уже легче. Уже легче. 1-0. Что? Вот как правильно сейчас в раздевалке команде дать понять, что нужно просто продолжать в том же ключе? Или что-то всё-таки сказать, давайте теперь пониже играть? Или чтобы раскрывались? Я думаю, что вряд ли тренеры сейчас скажут, что надо отойти и сесть пониже. Пускай нижний атакует, а мы на конно-атаках. Я думаю, вряд ли. Если у тренера план на игру, чтобы взламывать оборону, я думаю, что он сейчас будет сделать замены, усиливать какие-то позиции. Возможно, ему что-то, какие-то игроки, скажем так, некоторые есть нюансы. И он ищет усиление атаки. И плюс, конечно, контроль мяча и очень аккуратная игра в обороне. Сегодня, кстати, что касается замен, просто, ну, я не знаю, можно выпускать кого угодно, и игра, ощущение, что слабее не станет. Потому что многие из этих ребят выходили и в Еврокубках, и вполне, то есть, равноценные, как мне кажется, равноценные. Абсолютно я с вами согласен, потому что практически это все игроки основного состава. Но, понимаете, идёт ротация игроков, они заменяются. Кто-то сегодня нужен на этой позиции, или какие-то у него сильные стороны есть, чем у другого. И идёт нормальная ротация состава от игре к игре. Потому что есть усиление, это очень важно. Для того, чтобы иметь возможность усилить позиции, у него есть полный список игроков, которые могут выйти, но, во всяком случае, не хуже, а наоборот, усилить игру. Но я бы хотел заострить просто внимание на том, что сегодня, наконец, в заявке Антона Миранчук. По нему уже соскучились, его не было, я уже боюсь представить, сколько времени. Чисто по-человечески хочется просто уже, наконец, чтобы Антон вернулся и посмотреть на него. Я понимаю ваши чувства, чисто человеческие. Но есть ещё чисто футбольные чувства. Набрать кондиции. Набрать кондиции, как видит тренер его позицию на поле, где он может раскрыть себя. Потому что не просто выпустить игрока ради того, чтобы выпустить. Ну, это... Ну, понятно. По-футбольному не быть врагом себе. Это ни один тренер себе не враг, чтобы выпустить ради имени. Я думаю, что он потихонечку набирает. Раз уже появился в запасе, значит, он набирает кондиции. И пусть даже конец сезона, но он всё равно пускай почувствует ритм игры. И... Мы ждём. В общем, ждём. Ждём его появления. Ждём появления Антона Миранчука. Может быть, уже даже и в этом матче. А сейчас, прямо, буквально уже через несколько секунд, начало второго тайма «Локомотив» Нижний Новгород. Всё. Внимание на футбол. Ну, вот и завершился матч. 2-1. Победа «Локомотива». Она непростая была. Она была опять не без жёлтых и без красных карточек. В общем, эмоций было предостаточно. Андрей Сергеевич Ковачев по-прежнему в студии. Андрей Сергеевич, ну, делитесь. Победой вас делитесь. Да, вы знаете, я даже не ожидал, что второй тайм будет настолько яркий по сравнению с первым таймом. Это какой-то вулкан сегодня во втором тайме произошёл. И дубль Джамалединова. И красная карточка. И ответный гол. И нервнейшая концовка матча. Ну, сегодня болельщики, я думаю, довольны. Буря эмоций. Ну, давайте теперь разберёмся. То есть, за счёт чего во втором тайме получилось так, что он гораздо более насыщенным получился, чем первый. Это какие-то слова тренеров в раздевалке? Или просто, ну, игра так пошла? Нет, я думаю, что тренер какие-то слова подобрал. Потому что он, наверное, подсказал, как нужно в каких-то моментах действовать. Поначалу локомотив прочертил несколько интересных атак. И в результате одной из них был забит, ну, я думаю, что очень красивый гол. Когда прострел с фланга и в одно касание. Очень такой вкусный гол, скажем так, по-футбольному. Поэтому локомотив почувствовал уверенность. Начал контролировать мяч. Потом отдал инициативу. Я не понимаю, почему, но нижний резко активизировался. И в результате забил один из голов. Да, причём в меньшинстве. В меньшинстве, да, подчеркну. Хотя, казалось бы, команда, владеющая большинством, 11 против 10, должна спокойно при счёте 2-0 доигрывать матч. Но тут немножко по-другому повернулись события. А вот, Андрей Сергеевич, скажите, пожалуйста, а вот когда вы были футболистом, вы верили в приметы? Может быть, там с определённой ноги выходили на поле. Какая была у вас история? Ну, да, выходил на поле с определённой ноги. Бутсу, допустим, в раздевалке одевал определённую. То есть какие-то не то, что там во что-то глобальное, но такие небольшие детали соблюдаются. Я думаю, футболисты все это знают. К чему вопрос? Не мы ли с вами сегодня приговорили Илью Берковского, которого удалили? Да. Не мы ли в этом виноваты? Вы знаете, мы сегодня в ложе общались с ребятами, ветеранами тоже, да. И отметили этот факт, что в первом матче он забил гол в наши ворота, во втором матче он получил красную карточку. Он явно хочет обратить на себя внимание руководство и болельщиков локомотива. Ну, если в первый раз он усложнил задачу прилично, то сейчас её прилично облегчит. Ну, я бы не сказал, что он облегчил, потому что в меньшинстве нам не легче стало. Может быть, даже и сложнее. По удалению есть вопросы? Вопросы... Какие-то жёлтые или красные. Кстати, помните, мы ведь сегодня с вами обсуждали одну из ставок букмекерской компании FONBET, и там было, будет ли смотреть арбитр VAR. И он пошёл сегодня смотреть варбитр VAR. Всё-таки сегодня он посмотрел VAR, и наша ставка сыграла. Да. Одна из нескольких ставок, в которых мы рассматривали, эта ставка сыграла. Ну, я бы сказал так. Нарушение, безусловно, было. Но оно не такое, скажем так, явное, чтобы сразу ему предъявлять красную. Хотя, по факту, скорее всего, да. Скорее всего, да. Всё-таки я видел, что он одной ногой наступил, и потом второй ногой. Я думаю, на это всё-таки повлияло на судей, что он два раза прошёлся по игроку Лукомотива, и у них не было просто выбора. Сегодня дубль Жималединова. Он, если я не ошибаюсь, в последний раз отличался 19 марта ещё в игре с Ахматом. Но вообще, учитывая, что такой непростой для него, получается, сезон, сначала у них была вот эта крутая связка со Смоловым. Все восхищались, как они друг друга чувствуют. Потом травма, он вылетел, потом возвращался. Наверное, всё-таки вот это сейчас человек, которому можно... Помимо Баринова, к Бариному уже все привыкли шить лидером Лукомотива. Это вот тот человек, которого можно тоже назвать таким вот сейчас настоящим стержнем, движком. Я бы сказал так, что он становится лидером Лукомотива. Это в одночасье или по щелчку не может происходить. Это должен быть тренировочный процесс, он должен быть там, лидером. В раздевалках определённый вес иметь и доносить до партнёров. И показывать на поле, что он лидер. В этом и заключается суть лидерства игрока, который ведёт за собой партнёров. Статистика была сейчас на экранах наших зрителей. И действительно, цифры прилично увеличились по сравнению с теми, которые мы видели в перерыве. Но и есть ли сегодня у вас, вот вы посмотрели матч, у вас сложилась картинка. Есть ли сегодня ощущение, что Лукомотив начинает с Зауром Хаповым куда-то во что-то перевоплощаться, меняться? Я бы сказал так, стремится перевоплощаться, стремится играть в определённый футбол. Но слишком мало времени прошло для того, чтобы мы могли делать определённые выводы и судить о том, какой будет команда, что с ней будет, как она будет, какой у неё будет рисунок. Во-первых, это зависит от набора игроков, от исполнителей, от тренерской позиции, от концепции, которую он предложит игрокам. Поэтому я думаю, что сейчас для Лукомотива идёт перестройка всего организма и клуба, и команды, и всех процессов. И результаты её мы, я думаю, увидим только в следующем году. Не надо торопиться, не надо подгонять процесс специально. Будь идёт своим чередом, но надо помочь людям, которые стоят у руля команды, чтобы они могли воплотить свои идеи. Иначе в чём смысл ставить тогда этого тренера, этих специалистов, этих игроков покупать, выпускать? Значит, им доверяют. Надо дать им немножко времени. И при всех сложностях и трудностях пусть наберутся терпения болельщики. И я думаю, результаты мы всё-таки увидим. На последних минутах был момент у Изидора, когда он всё-таки мог продолжить свою вот эту серию. Не забил сегодня Вилсон Изидор. Не случилось покорения рекорда Изиджи. Пока всё осталось так же. По шесть матчей у них, и у Изиджи восемь голов, у Изидоры семь. Но вот был момент, когда в ближний угол он бил чуть-чуть. А я могу вам добавить и сказать, что он слишком хотел это сделать, поэтому у него не получилось. Если бы он был немножко более, скажем так, не расслаблен, нет, не правильно, раскован, совершенно верно. Он бы исполнил этот момент, но ещё лучше он показал бы себя. Если бы в этой ситуации он сделал передачу партнёру, и он в пустые ворота мог закатывать мяч, тогда бы он показал не просто то, что он мастер-голиадор, но ещё и может играть на партнёра. Если бы он это сделал, ну тогда бы, я думаю, все болельщики только бы стоя аплодировали ему. Согласен, полностью согласен. Хотелось бы немножко про календарь поговорить. Теперь у Локомотива «Мама не горюй» будет впереди. Ну то есть всё-таки при всём уважении к Нижнему Новгороду. Дальше в гостях «Зенит», в гостях «Краснодар». Потом игра с Рубином. Понятно, что может быть сейчас Рубин в таком разобранном состоянии. Ну а заканчивается сезон матчами домашним против «Динамо» и в гостях против «Крыльев Советов». Но скорее даже сейчас не про вот эту всю дистанцию, а про два гостевых матча с «Зенитом» и «Краснодаром». Ну, такие прям проверочка, проверочка. Это, я бы даже не сказал, что это проверка. Это будет испытание характера Локомотива, нынешнего. Что он из себя представляет? Если у команды есть характер, она его проявит. И в Питере, и в Краснодаре. Возможно, что-то не получится. Я допускаю это. Но мы должны увидеть, что команда хочет, может бороться. У нее есть желание не велотекущий процесс, игра ради игры, а характер команды. Если она покажет, ну тогда даже некоторые неудачи можно простить. Но я думаю, что по крайней мере в Краснодаре можно на что-то рассчитывать. Ну, с «Зенитом» да, сложнее будет, но и другие команды показывали, что и в Петербурге можно... А «Ланья» показала, что «Зенит» можно обыгрывать. Совершенно верно. И «Ланья» показывала, что в Питере можно обыгрывать «Зенит». Ну, при стечении, конечно, определенных обстоятельств и определенного мастерства. Безусловно. Давайте посмотрим на турнирную таблицу. Теперь она чуть приятнее глазу, чем была до этого матча. У «Локомотива» теперь 41 очко и пятая строчка в турнирной таблице. И если посмотреть на тройку, то у «ЦСКА», у которого сейчас 44, ну всего три очка разницы. Всего три до «ЦСКА». «ЦСКА» сейчас, мягко говоря, тоже не в лучшем состоянии. Может «Локомотив» все-таки в эту тройку запрыгнуть? Ну, сложно будет, конечно, будет сложно. «ЦСКА» тоже, я думаю, что вряд ли захочет отступать от своих позиций. Но в футболе все бывает. Не надо рассчитывать, что команды не будут терять очки. Будут. И «Локомотив» наверняка будет терять очки и «Сочи», и «ЦСКА». Да, «Локомотив» матч в запасе с «Краснодаром». Да, да. И «Локомотива» больше шансов попасть даже в тройку. Я все-таки думаю, что «Локомотив» будет бороться за третье место, а не за пятое, шестое и седьмое. Я думаю, что у него перспектива бороться за более высокие места, чем пятое, шестое и седьмое. Где-то, если при удачном стечении обстоятельств, я думаю, что он и за тройку будет бороться. Или с «Сочи», или с «ЦСКА». Еще один просто буквально короткий вопрос. Сегодня лучшим игроком встречи признан по версии матч-премьер Рифаджа Маледдинов. Вы бы кому-то еще отдали от себя приз персональный, если бы у вас была такая возможность. Ну, Рифад не обсуждается. Да, да, да. Сегодня я согласен абсолютно. Во-первых, дубль говорит сам за себя. Причем оба гола были на исполнении, оба гола были продуманы им заранее, как компьютером, что надо поступить именно так. И он абсолютно правильно все решил. Ну, а по поводу того, что еще кому-то отметить. Ну, я бы отметил даже при, скажем так, безупречной игре, я бы все-таки отметил Гильерме. Некоторые были моменты, что он немножко суетился или не совсем уверенно действовал. Но это вполне объяснимо, потому что человек столько времени пропустил. Огромный срок для футболиста. Конечно, он набрал кондиции, но игровой практики явно не хватает. Явно не хватает. Но в одном из моментов он выручил. Он просто сделал сейф потрясающий. Это все-таки говорит о том, что он уже на подходе к своей хорошей форме. Ну, за старание, за его преданность клубу, за его, скажем так, любовь к клубу, я бы ему даже не раздумывая отдал бы дополнительный приз. Ну что ж, хвалим сегодня и Гильерме, и Жамаледдинова, и вообще Локомотив на характере победы. Это все-таки была достигнута 2-1 победа над Нижним Новгородом. Локомотив теперь смотрит дальше, а дальше гостевое противостояние с «Зенитом». Андрей Сергеевич Калаичев, Михаил Миломед, мы сегодня вместе с вами старались погрузиться в атмосферу всего происходящего. Спасибо, что вы смотрите эти студии. Продолжайте участвовать, продолжайте и в том числе с нашим партнером Фонбет играть и выигрывать, что самое важное. Ну и, конечно, встретимся уже очень скоро на РЖД-арене. Всем удачи, всем пока. Всего хорошего. Продолжайте.